Отчаянные атаки, неисчислимые потери и полное отсутствие какой-либо поддержки. Об этом уже не впервые рассказали бойцы оккупационной армии на Бахмутском направлении. 10 человек были отправлены в разведку боем под Клещевку. Там их ждали украинские леопарды. Численность превосходящая противник предварительно в 10 раз наиболее вооружены. Газинов нет, ничего нету. Булеметы гнилые. Булеметы гнилые. Собираем все подряд. Посылая на верную смерть, солдатам пообещали артподдержку и эвакуацию. Если ситуация станет критической, бойцы оккупационной армии руководству не доверились и, подозревая неладное, попросили распространить свое предсмертное видеообращение. Просим общественность, чтобы подняли этот вопрос. Как подготавливаются наши мобилизованные, как контрактники подготавливаются. Здесь все ребята сидят уже на втором контракте. Они уверят, что в боях за клещей в Курасейской армии уже потеряла около полутора тысяч убитыми. Их также использовали в качестве смертников. Несмотря на то, что ценность данных населенных пунктов для страны-агрессора остается неясной. Если вдруг что-то с нами плохое произойдет, это видео сразу вылетает в интернет. Ответ на вопрос, почему обращение с жалобой появилось уже после смерти военных, очевиден, утверждают эксперты. Стоит лишь вспомнить, что происходит с теми, кто посмел говорить о проблемах. Например, мобилизованный на войну в Украине командир разведроты Владимир Зубарев в июне записал видео, в котором показал ящик гнилых лимонов, который бойцам привезли вместо картошки и хлеба. Кроме того, им поставили техническую воду вместо питьевой. После публикации ролика Зубарев ожидаемо пропал. Кушайте на здоровье. Воды питьевой. Вообще просто нет. Вот баклажка, техническая вода даже вон подсказывает. Одна баклажка пустая, вторая вон наполовину. Как оказалось позже, Владимира сильно избили в расположении части, а также угрожали привязать к дереву и оставить на линии соприкосновения. Такой стала реакция командования на недовольство мобилизованного. После избиения мужчина неделю лежал в блиндаже без связи и телефона. Выйдя, получил приказ раскаяться в содеянном и заявить, что лимоны нашел на помойке. 90% мобилизованных, если не 99, скажут, мне не нужна ваша зарплата в 200 тысяч, верните меня домой. Я буду со своей женой, со своими детьми, пусть буду работать за 50 тысяч, передает он настроение своих сослуживцев. Почему видеообращений стало меньше? Потому что вот эта история про царь хороший, бояре плохие, надо главное достучаться до президента и он решит проблему, люди начали понимать, что это работает не так. И эта система так и задумана. И генералы, и сам Путин знают, что происходит на линиях сражения. Знают, что есть недостаток по людям, знают, что есть недостаток по боеприпасам, знают, что они пускают людей в самоубийственные атаки. Прямо сейчас, пишут Зетвоенкоры, происходит так называемое изюмское дежавю. И хоть они не ожидают обвала фронта, ситуация уже давно вышла из-под контроля. Победоносные речи, как и тогда, в сентябре прошлого года, произносятся на фоне перемалывания российских войск, отмечают блогеры-пропагандисты. И бодрый позитив в условиях кровавых потерь захватчиков выглядит просто издевкой.